Письмо русскому солдату Мы молимся, чтобы вы вернулись домой, к своим родным, любимым друзьям, чтобы вы стойко держались, чтобы ни один националист не смог вас сломить. Мы верим в то, чего вы с честью и достоинством выдержите, те все тяготы войны будете до самого конца верным родине. Сражайтесь, соблюдая человечность. И самое главное, возвращайтесь домой. Мы вас ждем и любим. От Жанны. Жанна, спасибо тебе огромное. Спасибо, Жанна. Вот, сейчас мы приехали к моим бойцам. Это вот самая передовая. Вот сюда работает танк. Здесь рядом у нас сразу противник. Вот ребяткам привезли письма. Детей Севастополя огромное спасибо. Бодрит и поддерживает то, что нас любят, знают и помнят на большой земле. Быть добру, где мы там, победа. Сейчас ребята напишут ответ. Обязательно передадим. Письмо русскому солдату, письмо из Севастополя. Ребята, только вперед. Мы с вами. С нами Бог и победа будет за нами. Мы вас очень ждем и верим в вас. Мама Катя, Севастополь. То же самое я говорю постоянно своим бойцам. С нами Бог. Помните, я рассказывал, мина на Любимовке, пацаны, упала в дом, пробила крышу и не взорвалась. А почему? С нами Бог, и мы за правое дело. И вот так, и только так мы победим. Вы видите, как нас поддерживают. Даже сладко. Письмо из Севастополя. Родненькие, хорошие наши. Да хранит вас Бог. Берегите себя. Очень ждем. Возвращайтесь. Живые домой. Севастополь, Татьяна. Где-то на видное место все это себе сделайте. Прикрепите. На стенку. Вот у меня на стенке приколото. Я вот каждое утро просыпаюсь, читаю. У меня это бодрит их душевизм. Ну посмотрите, это же дети пишут. Если вы хотите написать ответ этим детям, пожалуйста, есть. Напишите что-нибудь, черпните от себя. Да, даже просто, что получил твое письмо, Жанна. Спасибо большое. Ну, своими словами, как хочется. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok